Разрешите? С выборного участка 22 пришли к вам. Здравствуйте. Николай Иванович, просили проголосовать, мы пришли. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Мороз и его супруга Галина Иосифовна с нетерпением ждали членов избирательной комиссии. В день выборов по состоянию здоровья пенсионеры не смогли прийти на участок для голосования по месту жительства, поэтому попросили, чтобы к ним пришли на дом. Николай Иванович 1926 года рождения, а его супруга 34-го. Несмотря на почтенный возраст, они продолжают занимать активную гражданскую позицию и стараются быть в гуще всех важных событий. Будущее своей страны им не безразлично, поэтому отдать свой голос за кандидатов в депутаты считают своим долгом. Надо выбрать человека, чтобы он тоже сидел, как говорится, там что-то новое выбирают, новое для людей, чтобы лучше жило с ним. И все, особенно он выйдет в новом поколении. Всего в этот день члены избирательной комиссии Первомайского округа на базе 28-й средней школы обошли около 30 человек. Это инвалиды первой, второй группы, колясочники, а также те, кто по немощи не смог прийти на участок. Стоит отметить, что при надомном голосовании сохраняется принцип анонимности. Каждый такой гражданин голосует самостоятельно. Для пожилых людей, даже очень пожилых людей, для них важнее, наверное, чем для молодых принять свое участие в выборе наших руководящих органов. И они чувствуют себя ответственными и всегда очень жаждут принять участие в этих выборах. К слову, для людей с ограниченными возможностями во время проведения выборов предоставлены все условия. Для слабовидящих – специальные трафареты с тактильными метками и лупы. Для инвалидов-колясочников – безбарьерная среда. Это значит, что они могут беспрепятственно попасть на избирательный участок по специальным пандусам.